Танки Шоп Здравствуйте друзья, с вами Мара Кэсси. Сегодня я хотел бы показать бой на тяжелом танке шестого уровня ветки Японии ОИ. И этот танк является одним из таких самых любимых машин, особенно у таких средних игроков. Не то чтобы танк плохой, он в целом довольно-таки сильный для своего уровня, его по-моему даже нерфили. Но до сих пор он является весьма таким мощным. И игрок использует в этом бою только бронебойные, ну у него есть 10 фугасов, но небольшой спойлер, будет он стрелять только ББшками. Орудие тут фугасница с очень долгой перезарядкой, 22 секунды. Ну, наверное, еще и экипаж там не самый лучший, у игрока может быть даже нету оборудования, но это не точно. И все-таки Альфа решает у этого орудия. Если удается, конечно, пробивать стабильно, то пушка очень опасная. Но вот сейчас не проходит пробитие в борт башни Т-150, несмотря на то, что у него стоковая башня. И не повезло, конечно. Но в любом случае, противники не пробивают нашего героя. И он все это время спокойно простоял, подождал перезарядки. Да, как вы можете видеть, у него очень долгий ремонт. Тут, ну, не знаю, там секунд 15. Это просто жесть. Видно, что экипаж у игрока не самый крутой. Может быть, ремонт там вообще не прокачен. То есть, обычный игрок вышел в рандом понагибать после работы, возможно, или учебы. И он, в общем-то, не скилловик там какой-то. У него рыжая статистика. 48% побед. Но, несмотря на это, он пока что раздает будь здоров. И уже наносит почти 1900 урона. Тут противник на КВ-1 сзади подъехал. Подставил он свой борт. Но везет ему. Наш герой его не пробивает. Вообще интересно, что игрок использует только бронебойный. Тут все-таки, если бы он попал, например, против восьмерок, то с пробитием бронебойных там мало можно было что-то сделать. Ну, может быть, он зарядил бы в таком случае фугасов. Хотя у него их недостаточно. Как по мне, всего-то 10 штук. Итак, вполне неплохо пока что получается тут тащить бой. И самое приятное это то, что с этой пушки на бронебойных большинство врагов просто с одной плюхи ваншотится. Но вот Хеллкэт додумался зарядить голдовый снаряд и пробивает нашего героя, наносит ему 260 урона. Снова высовывается этот Т-150. Ну, на этот раз он точно отхватит. Если будет так подставлять свой борт, как только наш герой перезарядится, сразу же он отправит в него болванку. Но Т-150 понял, чем это все может закончиться. Спрятался, правда, ненадолго. Все-таки, скажем так, скилл показал себя, а вернее его отсутствие. И получилось противника ликвидировать. Сзади уже противники подъехали. Там и СУ-100, и Т-34-85, похоже, и Т-67. В общем, противников предостаточно. Тут непонятно, почему игрок не зарядил фугасы. Все-таки тут имя, ну, большинство врагов, наверное, бы сваншотилось. Но игрок до сих пор использует бронебойный. Возможно, ему так больше нравится. Задавил просто елку наш громадный японец. Раздавил всмятку, и та ничего не смогла сделать. И, в общем, получилось весело. Также забирает он СУ-100. Ну, вполне даже у него неплохо получается попадать бронебойными. Ну, и все-таки танк хорошо подходит, я считаю, для среднего игрока. Ну, потому что он действительно прощает ошибки. Если вот вы еще учитесь играть, думаете, а какой же мне танк все-таки прокачать, какую ветку. То, наверное, японские тяжелые танки, это number one для вас будет. Потому что они действительно весьма такие бронированные, крепкие, с большим запасом прочности, с мощным вооружением. Медленные, конечно, но даже такой неопытный игрок сможет на них показывать, как минимум, неплохие результаты. Получилось уничтожить Т-67. И еще один враг сзади подъезжает. Это у нас А-43. И даже зад он не пробивает нашего героя. Ну, броня у японца хорошая. Не только лобовая, но и кормовая тоже вполне неплохо защищена. Защищена корма. И наш герой едет за А-43. Перезарядка тут очень долгая, потому что сломали боеукладку. 44 секунды. Это крайне долго. Ну, это, конечно, очень неприятно с такой перезарядкой играть сейчас и тащить бой. Тем более неудобно. Но что поделаешь, нужно тащить. К тому же игрок, в общем-то, ну, впервые, как он написал, такой бой сыграл. И, конечно же, он понимал, что других таких шансов, возможно, ему скоро не предоставится. И нужно пользоваться таким подарком судьбы. Тут и противники картонные, не самые опытные. И везет ему довольно-таки хорошо с пробитиями. И броня у него тут радяет. В общем, действительно повезло. Ну, и скилл проявил, который у него, в общем-то, имеется в наличии. Ну, конечно, не очень такой крутой, конечно, игрок. Не самый скилловый, но и он может дать жару. Итак, получается взорвать БК А-43. Действительно хороший, красивый выстрел получился. И осталось уничтожить двух врагов. Ну, опаснее всего тут Т-67, потому что эта ПТ-шка очень быстрая. Может и в борта зайти. Ну, конечно, она ваншотится с одного выстрела бронебойным снарядом. Если, конечно, получится по ней попасть. Все-таки ПТ-шка маленькая и быстрая. Сзади тут внезапно засвечивается арта М-44. Похоже, она не видит нашего героя. И получается ее ликвидировать. И далее осталось забрать Т-67. Но ПТ-шка пока не ясно где. Она может и сзади сейчас пойти в атаку. И наш герой решает спрятаться вот в такое вот укромное местечко. В надежде на то, что Т-67, в общем-то, подъедет за ним сама и вступит в бой. Что, конечно же, для японца выигрышный вариант. Потому что он может лбом лучше, конечно же, потанковать. Но вот приезжает Т-67. Не пробивает нашего героя. Но игрок умудрился промазать практически впритык. Но, наверное, все-таки немного нервничал и волновался. Насчет того, что можно и слить такую катку добротную. Но в итоге Т-67 так и не воспользовался этим моментом. Несмотря на то, что он голдой стрелял. Получилось его уничтожить. И это победа. Медаль пула. Стальная стена. Основной калибр. И воин. 5696 урона. Также 11 фрагов. 3150 урона. Игрок смог заблокировать. 45000 серебра даже на фарме. Без према, обратите внимание. И очень даже такой неплохой бой получился. Надеюсь, друзья, он вам понравился. Спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока. Пока. Продолжение следует...